МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот пакет в бытовой мусор, а этот в специальный контейнер на переработку. С 1 января 2019 года в Московской области действует система раздельного сбора мусора. Инициатива отличная, и все бы хорошо, но жители столкнулись с вопросом оплаты новой услуги. Сегодня еще раз все объясним, а заодно и расскажем, как прокуратура регулирует сферу ЖКХ. Тема жилищно-коммунального хозяйства обширна и включает в себя множество аспектов, каждый из которых под жестким надзором прокуратуры. Не допустить нарушений со стороны коммунальщиков и помочь жителям добиться справедливости. Такая задача стоит перед надзорными органами. В 2018 году в Щелковской городской прокуратуре было выявлено 250 нарушений законов в данной сфере. Пять незаконных нормативно-правых актов приведено в соответствии с законодательством по протестам прокурора. Внесено в адрес органов власти и различных организаций 80 представлений. 71 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. И 10 должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства. За истекший период 2019 года в данной сфере мы выявили порядка 150 нарушений, внесли 25 представлений. По результатам рассмотрения актов реагирования, 8 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Но что же скрывают за собой цифры статистики? Давайте разберемся. На поднадзорной территории городской прокуратуры работает большое количество управляющих организаций – 35. Также действует 11 товариществ-собственников жилья и 8 жилищно-строительных кооперативов. Отсюда и высокие цифры статистики в части различных нарушений. На данный момент наиболее актуальный для жителей вопрос оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дело в том, что многие оказались не готовы к введению новой услуги с 1 января этого года, а особенно к новой строчке в квитанции об оплате и, собственно, самому размеру платы за вывоз мусора. Тем не менее, поясняет зампрокурора, эти нормативы и тарифы четко определены законодательством, и никаких самовольных начислений быть не может. Вопрос прорабатывался еще с 2015 года. Раньше услуга вывоз мусора была включена в общий размер платы за содержание жилого помещения. С 2019 года она оплачивается отдельно. Соответственно, ниже становится и плата за общедомовые услуги. Постановлением правительства Московской области в октябре 2018 года за номером 690-34 установлен тариф на услуги по обращению с ТКО. А распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области 9 октября 2018 года номер 607-РМ определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Территория городского округа Щелково отнесена к так называемой Ногинской зоне. И для Ногинской зоны установлен предельный тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 616 рублей 39 копеек за кубический метр без налога на добавленную стоимость. А норматив определен в размере 0,87 с квадратного метра площади жилого помещения. Определены региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность в Подмосковье. Соответственно, для Ногинской зоны, так называемой, и для городского округа Щелково это организация ООО «Хартия». Применяемые тарифы и нормативы в сфере обращения с ТКО не установлены произвольно коммерческими организациями и коммерческими структурами различными, а утверждены органами государственной власти. Естественно, к таким изменениям местные власти должны готовиться заранее. И еще в конце 2018 года тогда еще администрации муниципальных образований Щелковского района приняли изменения в нормативно-правовые акты, которые устанавливают новый размер платы за жилое помещение, исключив оттуда вывоз мусора. Однако, как показала прокурорская проверка, проведенная уже в этом году, так поступили не все. Серьезные нарушения зафиксированы на территории бывшего городского поселения Фрянова. Изменения в муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы за жилое помещение, не вносились. И новые муниципальные правовые акты в этой сфере не принимались, в связи с чем размер платы за жилое помещение остался на уровне, установленном постановлением администрации городского поселения Фрянова от 15 декабря 2016 года, номер 188. В Фряново эта плата превышает на 5 рублей примерно с одного квадратного метра жилого помещения. И остается сопоставимой с уровнем платы, действующим в соответствующих муниципальных образованиях до 1 января 2019 года. Но люди же начали платить за эту услугу непосредственно поставщику, хартии. Вот и получилось, что в 2019 году управляющие организации в Афрянове получили необоснованные выплаты за услугу, которую предоставляла хартия. Тут уж прокуратура приступила к своим непосредственным функциям, чтобы восстановить права граждан. 8 апреля 2019 года мы внесли представление в администрацию городского округа Щелково как орган местного управления, являющегося правоприемником. По данному вопросу. И также направили информацию в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для принятия решения об инициировании проверок управляющих организаций, которые занимаются предоставлением услуг по содержанию многоквартирных домов на территорию рабочего поселка Фряново. Сейчас задача администрации городского округа Щелково разобраться в этом вопросе. Соответственно, определить, на какую сумму у нас эта плата уменьшилась, для того, чтобы мы могли перерасчитать. А для населения это в конечном итоге один из вариантов, как это может выглядеть. Например, в счет будущих платежей будет произведен перерасчет. С какими еще изменениями столкнулись жители при появлении новой услуги? Часто их беспокоит, что квитанция об оплате поступает не непосредственно от регионального оператора компании «Хартия», а, к примеру, от «Мособлъирс». В данном случае «Мособлъирс» является платежным агентом, у которого с «Хартией» заключен договор. Грубо говоря, оплата происходит через посредника, но жители могут быть спокойны. Она доходит до адресата. И еще одна проблемная тема сферы жилищно-коммунального хозяйства, которую прокуратура держит на контроле. Это вопрос выставления жителям так называемых долгов прошлых периодов за отопление от ООО «Теплоцентраль». Тема не раз обсуждалась, в досудебном порядке не решилась, и сейчас городской прокурор направил иск в суд. Мы запрашивали документы у всех организаций, которые участвовали в данном вопросе до начисления, и ни одна организация не смогла предоставить обоснованный расчет, на основании которого был осуществлен перерасчет и до начисления платы населению за отопление. Щелковская городская прокуратура заняла обоснованную позицию, что первонаперво нужно было произвести расчет, и исходя из обоснованного расчета уже предъявлять требования населению по оплате услуг, оказанных в 2015 году. Городской прокурор обратился с иском в интересах неопределенного круга лица в Щелковский городской суд. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде. Городским прокурором заявлено требование признать незаконным действие «Теплоцентраль» по взысканию доначисленных денежных средств с населения и обязать произвести зачет собранных денежных средств в счет будущих периодов. Как только вопрос разрешится в суде, сотрудники прокуратуры обязательно донесут решение до населения. И, скорее всего, еще не раз вернутся к теме ЖКХ, ведь она настолько обширна и требует постоянного контроля надзорных органов. Редактор субтитров А.Семкин